привет давайте рассмотрим бесплатные ассеты которые нам раздают epic games на октябрь 2023 года первое это у нас гладиаторная арена скажем набор неких элементов давайте сразу откроем движок и посмотрим что здесь у нас вообще выдается все это составляется из отдельных блоков видите да они вот тут полудугой колонны отдельно от элементов задние части вот полностью всем рядом выдаются но есть какие-то элементики виде вот я не знаю щитов или же каких-то накладных элементов здесь вот есть флаг который отдельно идет здесь почему-то флаг улетел куда-то разработчик видимо не заметил так вверх у нас почему-то тоже полный полным элементом сделан вот это странно вообще если это все для сборки а на это все это группировка это я не заметил так и здесь тоже у нас группировка значит 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 все более-менее нормально давайте пробежимся так что у нас здесь по фпс на данной моей машине показывает 75 зачем бум опять таки на штамповали ну ладно да для красоты может быть говорится чтобы красиво все продать надо сделать сеточка у нас конечно очень 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 сытные так скажем ну да здесь большая часть такие повод дуги какие-то то есть округлые части и у них необходимо делать часто линии чтобы не видно было всех кусков и огрехов по шейдингу все отлично проработано но ткань почему-то конечно немножечко темнее чем основное да вот здесь элементы вот это что у нас есть такая вероятность что у этого элемента какие-то вертексные из этой текстуры есть это сложно конечно так прикинуть посмотреть так да это мы залазя чего у нас здесь есть я ничего не вижу давайте включим аналит но она здесь типа собираются либо те кто дерутся либо их противники ну в общем симпатично можно что-то сделать единственное что я не заметил это прямые части допустим если вы хотите не круглую сделать за такую арену а плоскую ну то есть такую овальную здесь плоских частей нету ну либо они есть вот возможно вот эта часть будет плоской из нее может быть сделать что мне кажется неправда здесь надо смотреть такие вот нахлёстике мерцающие как видите да окей перейдем к следующему второе это у нас стилизованные так скажем замок в общем с таких стилизованных у нас очень много должно было набраться ну как минимум я уже помню 3-4 с это раздавали я их брал по сути все осталось только запилить туда персонажи к механик и делаем новую зельду это конечно же шутка но каждой шутке есть доля правды так это у нас называется dreams на рейсе это на прим стау рада на демо мак ну такой прикольный большой мир здесь у нас плоскость идет а это это не тучки здесь у нас что здесь а вот скей до определенный это статические мышь это не landscape но тоже ничего из них тоже можно что-то состряпать почему летают здесь деревья непонятно так что у нас планета планета у нас почему-то меня так далеко отдалила на эта сфера да с материалом и это у нас тоже сфера с материалом вот такие вот башни тоже сборные можно эти элементы понабирать и пособирать еще такое это дерево странные конечно здесь в общем в основном мосты почему-то хотя если даже от первого лица по этому мосту ходить давайте нет уберем отсюда стартовый птички птички у нас это видео обычные плоскости но симпатичненько летают так как попасть птичку это у нас партиклы да не агара скорее всего или обычно каскадовые до обычные так что у нас тут с речкой обычный сплайн с генерации маша ну и здесь тоже элементы обычные партикловые давайте поместимся и мы опять куда-то падаем в общем что-то не получается либо коллизии мешает либо еще что-то почему-то мы где-то внизу ладно это не особо важно давайте посмотрим что у нас с деревом и траву и что с травой и непонятно почему-то она как-то глючит либо это у меня просто надо перезагрузить либо еще что-то так фолейдж фолейдж здесь у нас элементики вот понаставлены на деревья камни трава давайте посмотрим это даже не трава это у нас это тоже камни какие-то ну в общем симпатично берите так ну давайте опустимся да ну чё-то травы какие-то ерундовина происходит на у меня чем темная до полигонаж конечно же воскей я бы так сказал эти у нас плоскости летают ну давайте по шейдингу но тоже прилично ну ладно это прозрачные части красные это нормально вот допустим это что это такое красное это landscape да landscape красный прям очень сильно красный его надо оптимизировать но здесь все остальное уж смотреть пока бессмысленно перейдем к третьему это у нас npc оптимизация в общем для оптимизации большого количества ботов но для открытых миров в принципе самое то ну как вы видите fps конечно не показан у них я а вот fps 333 но это под вопросом что такая оптимизация прям потому что сами знаете дефолты загрузку сделаешь и там 333 ты навряд ли наберешь четвертое это у нас мастер материал и и да то есть у нас различные материалы хороший пак обязательно берите давайте взглянем на него так это у нас себе материал так демо дарк демо дэй давайте демо дэй сначала зайдем опустимся нашим персонажиком если даст нет не дает но она пролетимся так подушка почему-то светится на солнышке но ладно это у нас такие материалы кожи это непонятно что это это какая-то штукатурка покраска плитка здесь что-то про юри рассказывается в общем нормал генерейшен короче куча всего металлик мэп плюс кавор в общем посмотрите здесь дисплейсмент необходимо включить но естественно вот пока у меня здесь не включен здесь прям кажется хотя если подлетать более детально плоскость а это у нас большая часть нормалками сделано и почему-то все светится на солнце что это не понимаю вот кому-то если нужна лава или раскаленные камни какие-то покрасочные маскирования это возможно вертексные да да вертексные рисования кстати обязательно посмотрите так поверхностному рисованию скоро будет видео вот это прикольно да давайте посмотрим шейдинг просто интересно но не такой уж и сложный нормальный принципе но естественно кроме вот этого потому что он прозрачный здесь даже отражается hd рай так скажем карта куб мап до пейковый куб мап это что у нас с surface короче здесь несколько видов сразу сложного в один в общем интересные материалы давайте дальше пролетим быстренько потому что там есть еще кучу так почему они не загружаются каменные стены это непонятно что такое золото но и некоторые материалы то что мы там видели вообще интересненько куча материалов которые надо будет использовать своих проектах ну как видите здесь еще люмины включены окей давайте перейдем демо дарк но здесь такие каменные стенки это вверх вертексные рисования предположительно такая вот сферка быстренько пробежал конечно но так коллизия мешается но ничего нормально забирать прикольно такие плитки можно много где использовать на полу на стенах если мы включим давайте мышь пейнтинг и пейнт мы можем рисовать это да это вертексные давайте включим красный канал до этого так если мы переключим черный будем рисовать мы ставим основную часть изображения то есть это здесь показывается как мокрые плитки становятся допустим что-то типа пролили и так далее вот она как раз таки формируется если мы будем рисовать белым у нас появляется тот второй слой и последний у нас дип элдер кейвис в общем дн д тема такая непонятные штучки веселые рожица вот они интересненько красиво выглядит давайте посмотрим что она из себя представляет это у нас дип элдер кейвс макс демонстрейшен так но фпс конечно жесткий это из-за большого количества декалей потому что прозрачные декали тоже слишком много нельзя накладывать давайте куда-нибудь приземлимся нашим персонажикам но освещение здесь много естественно это тоже влияет слишком на 32 фпс а посмотрим что у нас с сеточка сеточка приличная прям ого даже я бы сказал какая особенно на поверхности земли включаем шейдинг посмотрим что у нас по шейдингу но честно говоря по шейдингу прям отлично но вот эти у нас эффекты летающие вот они красные как раз таки засоряет fps но как видите я переключился до в шейдинг у нас fps увеличился до 100 естественно когда мы включаем здесь и текстуры скорее всего высокого разрешения из-за этого тоже может сильно влиять необходимо прогружать это все здесь у нас что сундучок давайте посмотрим да сундук и похоже на какое-то золото а где у нас человечки были интересно а вот они прям под ногами оказывается так человечки у нас комбинированные но в принципе если можно включить моделинг тулс можно отделить любого из этих персонажиков но хотя есть и отдельно особенно тот веселый грибы у нас тоже комбинированные но естественно они естественно отделяются я предполагаю ну вот они есть отдельные я предполагаю что здесь несколько видов так здесь у нас камни прожектор прям хорошо поставили на 50 на 16000 радиус чтобы освещала но и вот такие лучи солнца от бога добавлены или не фога сейчас посмотрим что-то я найти не могу желательно когда делаете сцены комбинировать элементы которые относятся к настройкам да то есть вот они до джинни роз молодец группировал то фок есть вот он как раз таки нам дает такую это вид освещения лучей бога так называемых и что это такое а это это грибок с каким-то элементиком с декалью здесь у нас тоже есть какая какой-то закуток с травкой в общем в общем прикольно есть что посмотреть есть что пособирать это что это у нас золото до большом количестве монетки и здесь у нас трупик должен лежать да да даже несколько и как говорится на этом все наш 5 заканчиваются и то что нам раздают бесплатно по крайней мере на этот момент два а с этого у нас уже пропали я их уже естественно вам не буду показывать их мы не успели забрать точнее я успел но сейчас они недоступны хэд бета плагин это у нас для взаимодействия с хэдмошен библиотекой до очень интересно посмотреть взаимодействие с метах юманом только лишь или же допустим со стандартным персонажем не пятого допустим а четвертого есть или нету забирайте анимации тут я предполагаю есть поболее чем в том же самом миксами да может быть меньше но они другие то есть вы можете использовать другого вида анимации trust elevate плагин это у нас блокировка если у вас там допустим какая ну допустим людей которые менее 18 лет а у вас игра там 18-летие и выше так скажем какая-нибудь порно игра то естественно вы можете настроить этот плагин который будет блокировать и там регистрация по телефону допустим и еще какие-то элементы в общем здесь надо вникать в этот плагин смотреть стоит ли он бесплатности или же нет далее у нас virtual production screen creator это такие вот виртуальные планы на задний фон так скажем но сами знаете да virtual production вы можете повесить какой-нибудь задник допустим зеленого синего цвета и все перенести в анрил после чего наложить на заднем фоне какие-то свои элементы в общем здесь я более конкретно это все не могу сказать потому что я этого не знаю это с более-менее каким-то оборудованием либо с мышлением что надо сделать не имея хорошего оборудования channel machine это у нас сложная какая-то элементе на использование для упаковки распаковки но в общем для исходников видимо си плюс плюс я предполагаю либо подождите о кстати хорошая вещь это оказывается пакер пакер в общем смотрите вы можете м бен траф нас и металлик все соединить в один материал предположительно это она штука классная то есть вы экономите по сути место под количество материалов в общем надо посмотреть что это берите тыкайте может быть что-то интересное для вас покажется кариес view of asset support это что у нас плагин динамического динамических загрузок в общем c++ подгрузка уровня скорее всего давайте переведем загружать ресурсы во время выполнения более конкретики нету что за ресурсы что за ресурсы изображение видео landscape что это было в коде понятно будет нет как человеку не знающему код предполагаю что какие-то экторы загружается но наверное а может и нет далее у нас hdr и gaming плагин в общем для настройки контрастности цветов и так далее подсветки в общем куча всякого как видите да разработчики правда не написали с hdr и или же без hdr и или где наоборот может быть но вроде должно быть наоборот четче в общем калибровка автоматическая там что-то веселье для каких-то визуализаторов скорее всего будет более необходимая вещь чем для создателей игр unity version control контроль версий так vks но это просто до коротко обрабатывает большие файлы и двоичные файлы в общем давайте посмотрим что у нас там чек-ин ревизион control и здесь у нас есть элементы как синхронизация проверки в общем история и обновлений и так далее так что я не на то нажал сабмин контекст так это у нас отдельная клавиша до или нет в общем он получается подключается где основная контроль версии либо заменяет ли ее либо подключается к ней ну как я слышал основная основной контроль версии в движке 50 и выше есть какие-то баги и большинство не рекомендует его использовать хотя надо какой-то проект который нужно протестировать сдк unity gaming сервис почему-то один отрицательный отзыв пока непонятно из-за чего так давайте переведем смотрим быстренько так у меня несколько соображений почему unity плохая идея это изначально несовместимы с unreal engine в общем далее давайте сразу второе едете должен иметь доступ к вашим пользовательским данным у которых вас самих не будет так же заплатить большую сумму за услуги иначе за вас под на вас подадут в суд тоже непонятно из-за чего unity сделала это чтобы получить прибыль от игровой дистрии андрил в общем epic онлайн сервис бесплатен а эта штука типа платная но доверимся этому человеку не знаю конечно прав ли он или нет а мы перейдем к следующему здесь у нас дальше идет библиотека функций я предполагаю так здесь ничего не сказано да это библиотека функций причем написаны они на плюсах в общем что у нас тут есть я так и не смотрю get resolution fps limit ну то есть такие быстрые вызовы и определения допустим как у вас включен полноэкранный режим неполноэкранный и то есть вы получите уже сразу готовый результат вещь отличная то есть вам не надо забивать games settings там вызывать фау скрин мод и вытаскивает свечер и так далее то есть мы сразу здесь по сути можете получить вещи отличная надо присмотреться blueprint бу непонятно ну ладно представим что она тоже необходимо вертикальная синхронизация скорость нашего персонажа вы кстати можете сразу надо настроить данной нодой вот user settings из тех как как раз таки которые говорил допустим чтобы не вызывать user settings там не вызывать full screen мод вот можете сразу готовую ноду и она у вас из плюсов вытащит необходимые ну и здесь то же самое интересно посмотреть конечно на количество этих нод если они только были вот то что на скорее это конечно мало так это у нас для помощи миксама с айкей костями как вы помните вот этот персонажик у нас из миксама находится там это тоже и это тоже да ну да это вот все миксам миксамские персонажики в общем видимо этот плагин позволяет взаимодействие с и к которые установлены вот на этом скелете так скажем пить и ноль его операющим систем симуляшем legacy это немножко устаревшая вещь но может быть она будет полезна так почему почему это линкс я чуть не понимаю это для создателей игр на линкс так ну возможно возможно нет я не могу понять здесь поддерживаем платформы все стоят вообще все интересно конечно либо это операционная система просто в виде виджетов стоит здесь предположительно да да скорее всего второй вариант был более правильный эти о с но устаревшая значит есть какая-то новая смотрите вот у разработчиков и плови микс это короче для монетизации android и ios приложений но кстати в россии вроде и пловин он заблокирован если я не ошибаюсь он как минимум вроде блочит российские айпи но посмотрите если это интересно метод дейт течту в общем что это понятия не имею давайте посмотрим для запроса пользовательских данных ресурсов data smith в общем это взаимодействие с приложением data smith то есть файлами которые из приложения date smith но не знаю иногда проще бывает загрузить какие-то элементы скачанные с интернета чем допустим их из программы которые не особо поддерживается от анриева выгружать идеи скорлайт это у нас тоже монетизация с интеграцией яндекса у яндекса появилась такая часть рекламная да где вы можете загрузить ваш вашу рекламу показать рекламу я не помню но и вроде как есть из так скажем как с бонусами то есть есть показ рекламы с бонусами возможно здесь это и нету конечно фичи вот здесь показывает ваш вам нужно ввести ключик яндекс демо так скажем информационные для проверки работоспособности ну и далее вы вводите свои ключи если вдруг у вас все это будет работать а на этом все у нас что вам показалось более менее интересно чем сегодня очень долго просмотрели все это до скорой встречи всем пока только но и а но и а а Продолжение следует...